Доброе утро, ребятки! Мы тут сидим на кухне. Артемий, поделись, что ты делаешь? Лепю. Лепишь? Леплю. Леплю. Что ты лепишь? Котов. Котов, да? Из вчерашнего набора. Все цветов, да? Да. Тебе нравится, да? Да. Есть даже морской кот. Ты любишь котов? Да. Да? Это твое самое любимое животное, я так понимаю? Да. Понятно. И собака тоже мое любимое животное. О, еще вот. Вот. Мне кажется, что этот песик, друзья, как вы думаете? Мне кажется, что это что-то типа Йорка. Но я не могу понять. На кота тоже очень похоже. Только бантик навел меня на мысль вот с этой прической лохматой, что это может быть песик. Но это у нас кота-пес, короче, какой-то. Да не пес. Улыбка же. Ну, может, и кот. Кто знает. Не понятно. А кто это такой? Я не знаю, кто это. Во второй день не можем определиться, кто это. Короче, сегодня, да, Артемий у меня снова дома, как говорил Лор. Ну, вот сегодня мы уже пойдем на прием. Посмотрим, что там. Какие результаты анализов. А мне не будут никакие мазки брать? Нет, сегодня ничего не будут брать. Просто сходим. Доктор в нос тебе посмотрит, как там улучшилась ситуация. А это как посмотрит? Ну, как он смотрит это? Так вот, подставляет трубочку какую-то и смотрит. А, нет, это фонариком. Ну, фонариком, да, будет смотреть. Ничего серьезного делать сегодня не буду. Надо забрать документы еще по поводу операции. Вот, так что сегодня будем разбираться с этим. Ну, вообще, надо будет, наверное, звонить в это НИИ, записываться, типа, на консультацию по удалению аденоидов. Ну, я не знаю. Я такая... Мне так тяжело ездить куда-то. Я вчера съездила, вот. Хотя, как бы, просто на такси прокатилась. Я так устала. Количневый кот может в дереве прятаться. Да. Я вечером так устала. Я вырубилась, по-моему, с полдевятого. То есть мы почитали книжки, я ему включила сказки. И я уже заснула. И он мне сам там, мама, выключи сказки. Хотя, как бы, можно было лечь попозже, потому что он спал дневно. Но меня просто срубило. И я так крепко спала. Я еле-еле проснулась. Пол восьмого Артемий такой, мама, ку-ку, мама, вставай, мама, добро. А я три раза говорю ку-ку. Только на третий раз проснула. А я ему говорю ку-ку и обратно в сон проваливаюсь. То есть вот настолько у меня какое-то переутомление было, я не знаю. А ты так сильно спала, что я даже не слышу ку-ку. Ну вот я чего-то, я бы с удовольствием поспала еще и еще. У меня уже, видимо, все, организм как-то к родам начинает готовиться. У меня такое ощущение, что уже идет вот эта вот гормональная перестройка, которую именно когда ты уже скоро родишь, да? Я случайно, я случайно заговорил сраной из-за моего удивительного сна, ку-ку, случайно. Хорошо. Потому что мне, наверное, хотело присниться дальше ку-кушке. Но я из-за этого проснулся. Ладно, 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 как я, да? Ну, в общем, какая-то повышенная утомляемость появилась, повышенная раздражительность, такая плаксивость, которая мне не нравится, она мне не свойственна. И единственное, чего нет, высыпание на лице. Вот если у меня появятся прыщи, то надо уже сумку в роддом собирать, потому что с Артемием так было меня обсыпало. И я что-то через неделю рожать поехала. То есть, ну, вот гормоны перестроились. Так что пока лицо чистое. Я каждое утро встаю такая, так, ничего тут не появилось, все ок, норм, ну ладно, пока не рожать. Вот с Элишером мы вчера обсуждали... Ой, это не очень сладко. Обсуждали, где рожать. И все-таки я решила, что съезжу я, наверное, в этот первый перинатальный центр на консультацию. Ну, посмотрим еще, что мой гематолог скажет. Ну, ты сколько у меня уже готов? Сейчас я когда-то расскажу и покажу. Лучше рассказала, так вы можете, типа, лучше не рисковать, поехать туда, раз, там, такая ситуация, пыры-пыры. Ну, короче, посмотрим, я думаю, ну, не знаю. Ну, сделаю так, как скажут врачи. Вот, что они скажут, я их послушаю. Всем виднее. Я тут могу только согласиться, спорить с врачами, мне как-то очень хочется. Вот, и по поводу ремонта будем делать на этих выходных. Несмотря на то, что документы подпишем в понедельник, ну, как бы, я думаю, там, подпишем мы уже все раз, все подготовили. Котов-то 12 у меня. Да, сейчас покажу котов. И надо нам сегодня съездить в строительный и выбрать все материалы. Мы поедем в ближайшие строительные, которые у нас тут все стрики на автобусе прокатились и я надеюсь, я выживу. Так, а теперь коты. Давай. Вот, 12 котов отели. А сейчас, а когда я вот этого слеплю, будет 13, когда я вот этот кусок слеплю в кота, будет 14. Чего у тебя? Широкий очередь прыжок. Я же тоже перепрыгну. Да, перепрыгну. Рычалкин ты мой. Я же тоже перепрыгну. Не взял самокат. Говорит, мама, не хочу брать самокат. Ты взяла зонтик. Если пойдет дождь, я лучше помещусь под зонтиком без самоката. Раз я зонтик-то взяла, значит, дождик и не должно быть. По прогнозу должен быть, пока мы будем уходить. Или есть больно. Беру с тобой. Сейчас идем в поликлинику детскую. Так, приближайший пешеходный переход. И мы удачно вышли. И сейчас зашли в Копи-центр, мне надо было документы по своему ИП распечатать. На дому очередь была. Придется на обратном пути заходить. Когда на обратном пути? Когда есть магазины? Да, когда мы с ним вас определим. Вот тогда и пойдем. Так, вот до этого пешеходного перехода ближе. Пойдем на него тогда. Еще в аптеку надо зайти. Литкарства всякие разные. Ой, солнышко так светит. Ну, по этой штуке ты 110. Даже больше. Такой же. У тебя рост больше, чем у жирафа. Рост больше, чем у жирафа у тебя. Ты выше него. Ты уже очень большой. Пока сестричка родится, ты еще вырастешь. Сидим. Сидим. Мы следующие. Ну как? Изменился рост от смены положения? Вот посюда. Это сколько? У меня не бывает 51. Нет, подожди. Если три цифры, то значит первая это сотни. Какая цифра первая? Один. Это значит сколько? Один. Это значит сто. А после какое число идет? Один. Ты первую единичку закрой, что получится. Подойди, закрой. Что? Закрой первую единичку рукой. Нет, рукой закрой первую единичку. Какое число получилось? Десять. Значит, это 110. 110. Да. А номер кабинета какой, Артемий? Первая цифра какая? Три. Три. Значит, это сколько сотен? Три. Пятьдесят. Нет. Триста. Это триста. А какое второе число осталось? Два. Нет. Триста два. Там один и два. Это какое число? Один и два. Да. Триста два. Нет. Это триста двенадцать. Как давно ты ездила на автобусе? Я не знаю. Очень-очень давно. Да, мне тоже кажется, что паралет уже на автобусе не ездил. У тебя автобус больше машины нравится? Да. Почему? А на нем интереснее. Следующая остановка. Администрация. Мы дошли до отдела с линолеумом. В общем, либо вот этот. Ну, я из дешевых выбираю, потому что... Потому что потому. Либо вот этот. А, вон сзади еще есть. Такой розоватого оттенка. Кстати, тоже неплохо. Будь здоров. Вот. Будь здоров. Кстати, будьте здоровы. У Лора были. Прошли мазки. Короче, у него там четыре вида бактерий в носу и в рту сидят. Но продолжаем терапию. Вот. Но это... Есть там. Не аллергия там. Так. Зайка, а ты где? Какой ценник? Кто этого линолеума? Это дорогой. Так. Что мы смотрим? Что мы смотрим? Так, я выбрала три линолеума, которые мне понравились. По цветам сфоткала ценники. Анатар уже завтра решит, какой брать. В зависимости от того, какая ширина есть. Ну и Флентисе подберет в цвет. И обои. Обои не знаю. Мы вам в плитку пришли. Как красиво. Маме, конечно, хочется сделать суперремонт. Но делать ремонт в ванной это вообще миллионы. Поэтому мы просто поберем потолки и будет все как есть. Вот такое мне не нравится. Я бы не знаю, чего я хотела. Нет, я знаю. Мне нравится с деревом, когда ванны сделаны. Кстати, хороший вариант от плитки есть. Когда будет квартира, я оторвусь на ремонте. В отделе обоев много всего интересного, но я не могу найти то, что мне нужно. И консультанту тоже могу найти. Однотонные моющиеся жидкие обои. Нет. Где кто-нибудь? Скажите мне, помогите мне. Давай, спускайся. Не нашли мы таких аминобоев, как надо. Есть дорогие, подходящие. А мне нужны дешевые. Выбор маленький. Проверка на взрослый. Справится ли сам со шкафчиком. Пока не очень. О, молодец. Хотел забрать свою губку, мыло ставить. Молодец. Все получилось у тебя? Шкаф. Шкаф, хорошо. Это? Яблоко. Яблоко. Это? Стук. Яблоко лишнее. Так, давай, объясняй, почему? Потому что оно не деревянное. После всех наших дел, поездок, мы еще погуляли на площадке. Часа полтора, наверное. И вернулись домой. Теме надо было позаниматься с логопедом. Мусор в природку. Да, я мою посудомойки, потому что надо все мытое сдавать. Так, помыл и сдал. Вот, и, короче, поужинали мы. Сейчас мне надо прибраться, потому что завтра везон. Выбрать обои в Лерой Мерлен. Миша рассказала. Там посмотреть вас. В Бимасе не было. И смонтировать в лог. Да, чтобы завтра утром этим не заниматься. Такие вот планы. Я снова уже готова двигаться в сторону кровати. С мамой сегодня разговаривала. Ну, я пожаловалась маме, что я такая уставшая, так заснула. Мама такая, вот, у меня то же самое. Потом вечером мама звонит, такая, ну что, у тебя появилась бодрость? Типа, ты стала лучше себя чувствовать? Так, говорю, мама, у меня бодрость появилась и уже снова закончилась. Уже, типа, вечер я уже все. Уже уставшее время пришло. Мамка, да, вы же рано встаете. А еще мама меня сегодня так насмешила. Она ей, короче, в витсапе написывает какой-то мужик, который продает двери. Когда-то давно, пару лет назад, он там как-то ее нашел, ну и пытался ей там продать двери вообще. А она тогда не нужна была. Тут он ей снова написал, что вот распродажа дверей, то есть то да сё. Мама поинтересовалась, потому что мы сейчас ремонт делать будем. И у нас как раз испорченные двери. Ну и он давай там ей присылать то, сё, пятое, десятое. Такое предложение, сякое предложение. Ну и, короче, знаете, такая агрессивная продажа там. Я ему опять раз в день писала, ну что вы подумали там. Вот там, срочно сейчас скидки кончатся. Это там так дешево мы вам все предлагаем. Короче, кто это пытается убедить в паре. Я не люблю, когда вот так вот прям. Копеееее, меня это раздражает. Вот. Ну мама как-то не в состоянии была его отшить, скажем так. Это как бы, ну да, я там дочке передала. Вот. И в очередной раз он ей что-то написал. И мама, значит, пересылает мне там какие-то варианты ещё дверей. И пишет, типа, вот мне опять этот маньяк с дверями написал. Вот там, то-то, то-то. И потом мама такая, я просыпаюсь на следующее утро. И читаю сообщение от этого мужчины. Я не маньяк с дверями, мне просто их надо продать. Короче, она ему это отправила. Я так смеялась. Я говорю, мама, это же классика. Надо всегда проверять, кому что ты пишешь. Короче, было смешно. Но даже это не остановило, я этого маньяк. Он ещё там есть что-то писал. Вот. Я говорю, мама, скажу, что у нас вообще непонятно. Будем мы эти двери менять, не будем. У нас сейчас несколько другие цели и задачи. Потому что в первую очередь у нас вот потолки, полную ладу из коридора. Вот. Так что будем заниматься этим всем. Так. Я поставлю посуду, посудомойку. Ой, Господи. Это же такое простое действие. Уже всё. Спина уже того. Ой, как хорошо. Меня уже все спрашивают. Ну что, когда вы поедете в больницу? Когда вам ложиться? Да и вы тоже спрашиваете. Вот узнаю, скажу. Пока не знаю. Пока я скажу так. Следующую неделю я ещё никуда не ложилась. Следующую неделю я ещё пока дома. Как там дальше? Ну это уже зависит от того, что мне там скажут на консультацию этих всех. Чудесная посудомоечка. Да, сын? Сейчас настроим. Совсем купаться будет. Ну, короче, у нас неспешная домашняя рутина. Ну так классно, когда ты дома. Всё уютно. Всё хорошо. Всё не спеша. Прям мёг. Ладно. Не настраивайте воду ребёнку. Увидимся завтра. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok